такой вот у меня пирожок сейчас ой, прилип с яблоками тот я пока не буду резать потому что вы сами видели у него начинка жидкая возможно, что ему нужно постоять отдохнуть в холодильнике и он схватится пропитается я даю ему шанс на реабилитацию если честно то будет очень жалко если я просто так перевела весь вкус со смородиной я уверена точно все яблочки с этой стороны оказались что у меня подружка пишет я забыла, что у меня на ноутбуке заключен пью, кстати, чайочек с дыней и смотрите, с какой ложкой ни в чем себе не отказываю так вот так вот хочу вам также новости рассказать какой же мукпанк безбледен я пошла к терапевту как? точнее я встретила терапевта и мамочкина подружка она мне такая говорит что-то как-то зашел разговор про рак, про баб про сиськи она ко мне спрашивает типа что ты как давно мумографию делала такая я вообще ничего не делала такая нихуя себе быстро записывайся иди делай окей позвонила на 122 у меня специально на сегодня прям на следующий день типа до 13.30 я пошла вышла за час пришла в 13.31 стучусь кабинет находится рядом с моргом в отдельном здании стучусь такая открывает баба такая мне мумографию надо сделать она такая нет не надо такая ну я по записи по какой записи я ей говорю 13.30 она отвечает у нас нет записи 13.30 такая типа ну я через ваш телефон на кус услугах записывалась записывалась заказывала услугу записывалась она такая там записывают через шопу у нас запись только 13.20 или 13.40 я такая ок посмотрите по фамилии может 13.20 13.40 ну я не знаю она такая окей а тебе сколько лет она такая 24 она такая холи ты пришла ты сюда ну терапевт сказала типа проверять диськи фоткать ну естественно я не так сказала она такая типа ну так иди к своему терапевту и передай ему привет я такая в смысле мумографию делают с 39 до 80 лет ну почти не надо себя лишний раз облучать я б тебе и так не сделала так а что мне делать так как мне себя проверить ракушка не спит она говорит такая не могу вообще ничего говорить просто настолько вкусно короче это просто гастрономический оргазм она такая говорит слуш меня если ты хочешь провериться, тебе нужно сделать УЗИ молочных шлёз то есть делают УЗИ, если на УЗИ уже тут находится, тогда делают маммографию я такая ок, причём каждый раз я всегда говорила маммография, я один раз сказала когда звонила, у меня такие маммография я такая ок, пошла сегодня в больнице, говорю маммография где? маммография я такая ок, где можно сиськи споткать просто, блядь оказалось, что нигде вот, поэтому буду записываться на УЗИ ну прикиньте, у меня одного пирога мало оказалось а, с тем пирогом мы сделаем мукпан позже это вот нижний узелочек, вот когда я тут подматывала, скрепляла пирожочком вот так начинки очень много я сюда много начинки добавляю, что в пиццу, что в пироги настолько много бывает, что тесто просто рвётся ну, я считаю, что начинки должно быть больше, чем у меня ну, тесто так вот, это ещё не всё я повела мамочку чинить зуб к своей стоматологичке которая принимает в бесплатной естественно, пломбы платно, но не в суде так вот, делает она охерительно она туда пошла с таким словами типа, вот, без чека делают да я знаю, мне через неделю отвалится придётся с ней разбираться я говорю, не придётся с ней разбираться у меня пломба 2 года стоит да её вообще хоть по херу она мне сделала чисто новый суп шикарно просто да я не верю потому что она всё же выходит после неё и такая господи, Лена у меня никогда в жизни настолько красивого хорошего удачного супа не было она охуительная оставь ей там просто лайки, лойсы комменты короче, где только можешь она прям богиня такая, ну я ж говорила проходит день вечера мамочка идёт смотри, дуб возвращается такая хочешь прикол покажу? а я уже слышу по косу что-то не так она улыбается а у неё 4 от этих зубов передних нет они упали у неё всегда были проблемы с зубами и у неё в принципе везде мосты и импланты она чинила не эти зубы она где-то вот другой суп чинила в общем у неё оторвался мост то есть она 1 сделала 4 оторвалось и она вообще без зубов и вот этот имплант у неё в руках такая блядь ебать охуеть просто мы записались теперь ещё на импланты это вообще жесть сейчас мы их сделать не сможем потому что у меня вот скоро операция это будет значит делаться после операции а сейчас она будет ходить без зубов она говорит как бабка старая шепеляет это вообще жесть морду всю перекосоёбила но это ладно приехала вчера её подружка на один день чтобы её поддержать блядь я не знаю вчера полнолуние или что было я с этой подружкой подралась всё в принципе было нормально но она вообще ко мне как бы такое отношение у неё плохое потому что моя мамочка когда мы с ней срёмся она не пытается со мной объясниться со мной шить проблему она пишет звонить своей подружке и говорит какая я сука и поэтому все её подружки считают меня полной сукой и приезжают чтобы со мной разобраться так вот такой короткий анамнез это барышня слишком дальше по лизаковскому возрасту внешне ничего себе не представляет абсолютно среднестатистическое на которую никто не посмотрит мерзкая слопленная противная себе на уме лев по гороскопу лев и водолей это блядь пиздец ну ладно у неё просто дикий сокос по детям она не смогла иметь детей она делала 4 эго хотя ей сказали что ничего не будет она всё равно добивалась этого взять из детдома она не хотела она ушатала своё здоровье и ушатала свою жизнь этим и она такая говорит типа а хуй ты так разговариваешь с матерью когда у тебя там будут заедеть во-первых ты не живёшь с моей матерью и ты слышишь только то что она пиздит и делаешь выводы во-вторых у меня не будет детей я не хочу какого хуя тебя детей не будет я не хочу я аргументирую я не хочу памперсы я не хочу ответственность я не хочу школу я не хочу детей я ничего не могу дать я ничего не смогу дать я не люблю их у меня нет материнского инстинкта я хочу жить в своё удовольствие вот, и жить в свое удовольствие хочешь, ну тогда тебе в эскорт и ты так выглядишь как проститутка и меня вообще вынесла, ее понесло короче, просто дико я проститутка, я выглядишь как проститутка, с моим характером у меня никакого мужика не будет я никому нахер не нужна меня вынесла так же я начала на нее орать, что ты сука недоебанная, старая, ослопленная блядь, на весь мир кто ты такая, чтобы учить меня жить, я короче малолетка, сраная, вообще меня нужно отправить в тайгу лес рубить или носовод въяпывать без выходных поколение мое, типа дебилов, обученное сападом, мы запрограммированные пинтосами, как хохлы блядь, я вообще я это слушаю я просто в ахуе блядь, я не знала от чего быть в ахуе все вот эти блогеры да я бы вас вообще по сиху давила да кто вы такие да какого хуя мы должны вам давать свои деньги я такая, блядь, короче женщина, да и вообще проблема, блядь, полная да что, ты можешь дать мужику, ты можешь только пизду дать блядь, и то пизда твоя, как все остальные меня второй раз вынесок блядь, ты сука блядь, сука ёбаная где, блядь, твой мужик хоть один у тебя был один мужик он от тебя сбежал нахуй, ты меня будешь учить в жизни ничего я могу дать у меня были отношения 10 лет у тебя сколько отношений блядь, были полгода нахуй, максимум полгода, сука по себе, блядь, не судят да, может быть у меня пиздая такая как у всех, блядь но дело прикини, в пизде ты, сука, старая не видела, блядь как я с мужиками живу как я с ними отношусь, блядь вот ты кому-то нахуй с таким характером нужна да ты же поставил да ты же тупая блядь, выглядишь еще как дешевая проститутка такая, ебать у тебя зависть у тебя вообще-то ты в жизни что-нибудь топися я такая, ок, типа тебе сколько лет 50, нахуй там 48 сколько тебе лет ты, блядь, ослопленная жирная страшная просто токсичная нетоебанная баба у тебя вот с твоим вот этим вот характером с твоей жизнью чего ты добилась ипотеку ипотеку села кредиты навешала на себя и работаешь на скорой охуеть просто сама ничего себя не представляет и учит меня жить у меня хотя бы вся жизнь впереди вся жизнь впереди у тебя нихуя нихуя у тебя нет и нихуя у тебя не будет и ты меня сидишь и учишь знаете, в чем прикол? мы с ней матерились просто как ненормальные моя мать это все слышала моя мать это все видела для того, чтобы закрыть ее рот потому что это и ее камень это и в нее камень полетел что она воспитала проститутку и тому подобное она ее защищала я охуела от жизни твоя мать такая охуенная охуенная мать не будет позволять какой-то старой недоебанной шмоньке свою дочь в своем доме так оскорблять никогда охуенная мать такую себе не позволит с матерью я после этого не разговариваю она ко мне не подходила она со мной тоже не разговаривает потому что видите Илья наматерилась на ее подругу а я еще жалею о том что я ее еще вчера за шиворот не выгнала хотя мать бы мне не разрешила она мне похуй я вообще просто я охерела от жизни все нет пирога я охерела от жизни я охерела просто от людей я охерела от ее подружки просто вот у меня всегда было ощущение что вот она сковнецой какое-то вот она молчит вот смотрит так тут видно что себе на уме вот ее вынесло ее вынесло после того как я сказала что не хочу детей это ее больная тема ее понесло я в шоке девочки вы представляете оказывается главное главное в жизни не то какая у вас жизнь кем вы являетесь а главное просто кого-то нахрен выродить и вообще богу любить ты будешь воспитывать ты будешь просто выродить и все остальное вообще не важно господи вы понимаете да вот женщина женщина от роду которая как бы должна защищать других женщин ну как бы мысли так что женщина должна сама выбирать что ей делать и как ей жить учит других баб унижает называет проститутками из-за того что они не делают то что она считает нужным это прям вообще это вынос нахер самое главное я не знаю как после этого с матерью общаться ну я вообще просто в шоке как с ней жить это кстати не первый раз когда она находит какого-то идола айдола в лице подруги в лице какого-нибудь строителя в лице какой-нибудь бабы с которой она познакомилась в электричке в лице какой-нибудь каталки вот она находит таких людей и она их ставит выше чем родную дочь ну то есть типа да-да вот они правы вот они они меня не посылают как ты они меня не учат жизни не исправляют мои косяки лишат мне жопу а ты нет поэтому вот я буду заступаться за них а ты ну просто шмонька если меня смотрят матери если у кого-то есть дети не будьте такими это пиздец я считаю что даже если твой ребенок неправда должна за него топить в любом случае какие бы отношения не были просто какие бы отношения не были ой ладно не будем о плохом нас наконец-то стихла крыса была вообще какая-то дичь лан я просто жестко прикиньте солнышко вышло вот короче дом соседний он теперь желтенькими лучами освещается крыса была просто жизнь честно я даже думала пробки выпить дома а потом вспомнила что у нас соземление пилота нахер оно надо короче дорогие мои я надеюсь что я своей тяжелой информацией не испортила вам аппетит просто рассказываю то что со мной произошло что ставил след мне почему-то кажется что это какие-то вспышки на солнце так что я жду ваши комментарии возможно у вас тоже что-то произошло и да что еще хочу сказать мы вчера сврежем съездили за краской для зельки мы будем перекрашивать бампера вот и еще готовится новый проект зелька не будет расписная в рисунках как я планировала мы нашли замену этому это будет очень круто но всему свое время в общем всех люблю целую bye bye бампера